Покажу вам товар, который я собрала на рынок. Вот у меня такой новый продукт. Это набор для засолки. Сейчас еще немножко рановато и нет укропа. Укропа нет даже зеленого, не то чтобы этих зонтиков. Но идет без укропа. Наверное, как-то выходят люди из этого положения. А здесь, значит, вишня. Ну, вишня такая еще слабенькая. А смородина очень красивая. Сейчас смородина хорошая, красивая. Смородина, хрен и чеснок. Чеснок разрезается. Вот так головка для красоты. И листья тоже прикладываются. Это не мой товар. Это мне просто дали продать. Я еще не занимаюсь этим. У меня нет времени. Ну, а у меня базиличок немножко. Еще пока первый. Красный весь-весь испортился. Будем перепахивать. Здесь еще мята тоже немножко. Ну, и рукола. Рукола этой степлицы. Такая нежная, хорошая. Но вкусная, конечно. Но на прилавке-то, наверное, и будет очень трудно лежать по такому ветру. Ну, не знаю, скажут мне продавцы, как они справились с этим делом. Но у меня еще на немножко там осталось, может быть, совсем чуть-чуть. Даже на один день не хватит. И будем собирать соль у нас, ну, с открытого грунта. И самый главный товар. Такой, знаете, престижный в это время привозить уже кабачки. Вот первый ящик таких хороших, красивых. Это уже будет первый сорт, так скажем. Ящичек. Ну, килограмм шесть, наверное, здесь. Это второй сорт. Вот немножко для еды никаких проблем, как говорится, не будет. Ну, вот для продажи немножко вот такие где-то искривленные, где-то что-то. Вот для... Если в розницу сама торгуют, что все это хорошо. Но для оптовой продажи нужно. Нужно все-таки по качественнее. Вот так рассортировала. Не знаю, но это будет, конечно, немножко подешевле. И вот такие, вроде. И без них никак, никак. Особенно ранней весной. И особенно вот такой холодной, какой-то сейчас, в общем, такой весной. Бывают неопыленные, бывают разные кабачки. Короче, вот так. Еще один ящичек. Вот и все мои кабачки. Но у меня и посажено немного. Пять полосочек там. Пока вот так первая. Я этому рада. И свекла. У меня было в комментариях, что зачем такая ерунда? Зачем высаживать через рассаду? Я понимаю, мои дорогие. Если вы выращиваете для себя, то это вообще мартышкин труд. Зачем это нужно? Но я хочу пораньше привезти, продать подороже. И, во-первых, подороже. Во-вторых, чтобы был спрос. Чтобы она была вот такая хорошенькая. Коротенький лист. Короткий зеленый лист. И хорошая головка. Ну вот. Еще пока ни у кого такой нет. Наверное, никто не заморачивается через рассаду высаживать, как я. Вот через такие горшечные рассаду. Ну вот мне нравится все-таки это. Немножко есть работа. Но она, понимаете, тогда, когда весной, там уже мы не очень загружены. А сейчас приезжаем, быстренько рвем. И, в общем-то, быстро чистить, готовить ее. И вот так по килограммам на резиночку зафасовываем. Очень удобно, хорошо. Потом есть заказ, например. Ты сразу эти по килограмму раздаешь. Обычно мы чистим свеклу уже сразу на огороде, когда вырываем. Но сегодня побоялись дождя. И поэтому нарвали быстро. Вот так. Просто вырывали и складывали в ящик. И теперь вот здесь вычищаем. Вот так. В ящик. Потом вот так в воду. И еще раз в воду, чтобы ополоснуть от торфа. Потому что высажена она была у меня из кассет. И из стаканчиков с торфом. И сегодня дождь. Ну, в общем, вот так получается. И потом здесь же стоит вот такая тачка. И в тачку сразу в ящик я складываю свеклу. И вот так она будет у меня лежать. Немножко вода стечет с нее. И потом я буду взвешивать по килограмму. И на резиночку ее. Мы стараемся укладывать в ящики вот так компактно. Чтобы становилось ящик на ящик. Можно было поставить. Потому что в машине место всегда ограничено. Ну и только вот так наверху можно положить немножко побольше. И кабачки тоже стараемся, чтобы ящик на ящик становился. И чтобы был стандарт. Но сейчас я не могу тут установить стандарты. Например, 6 килограмм или 5 килограмм. Чтобы там уже не перевешивать. Чтобы человек пришел, спросил, сколько у тебя в ящике. И взял и пошел. Это я говорю все новичкам. Кто желает заняться этим бизнесом? Мне говорили, рассказывай все. Женский бизнес это очень интересно. Ну да. Интересно, конечно. Потому что надо чем-то заниматься. И покажу вам, что у меня уже в машине стоят цветы. Вот так я все комплектую. И там осталось уже место для овощей. Эти ящики пойдут наверх. Цветы в ящиках тоже возим. Вот такой у меня завтра предстоит торговый день. Вот так растет у меня зеленый базилик. Мы уже начинаем выбирать. Понемножку продавать. Если хотите посмотреть на мой позор, пожалуйста. Он есть у меня. Вот мой красный базилик. Это какой-то кошмар. Здесь мы не выбирали нисколько. Он просто засох на корню. И даже есть некоторые более-менее похожи на базилик. Но я его тоже не собираю. Потому что на прилавках у людей он сразу весь повянет. И, в общем-то, никакого товарного вида. Я не могу такой товар везти. Вот такая грядочка. Большая, в общем-то. Я посвятила этой грядке целый день высаживала. Тут очень много кассет. И так очень-очень густо я посадила. Чтобы, ну, если что-то пропадет, чтобы хоть что-то осталось. Но ничего не осталось. И сейчас по плану нужно было бы же деньги лопатой грести, как мы смеемся. А нам нужно это все выпалоть и выбрать. Вот здесь тоже была такая грядка с красным базиликом. Уже вычистили, выпалоли. И нужно будет все это перепахать. И буду высаживать здесь салат. Но салат еще немножко маловато рассада. Вот видите, что здесь творится. Я даже не пропалывала. Ну, а какой смысл? Может быть, вот один только стоит кустик такой хороший. Очень хорошо у меня рос базилик. Это у меня теплица прямо напротив окон кухонных. Я так с кухни смотрю каждое утро. Ну, раньше в те годы. Базилик просто рос на глазах. Радовались мы. Все любили мой базилик. А в этом году спрашивают, где товар? Ну, нет. Рассада салата выглядит вот так. Еще очень маленькая. Потому что я не ожидала такого подвоха, что совсем испортится базилик. И нужно быстро что-то будет высаживать. Вот так. Больше я ни в какие кассеты высаживать не буду. Потому что сейчас уже тепло, хорошо будет расти. Вот просто буду брать из этих кубиков вот так. Вот так вот из кубика. Буду разъединять и высаживать сразу в землю. И я не сдаюсь. Еще у меня растет рассада базилика. Потому что, ну вот годами я работаю с людьми. И они надеются на мой базилик. И я тоже знаю, что у них есть спрос на мой базилик. И все-таки я буду пытаться. Посажу в другой теплице, где не внесен у меня конский навоз. Я все-таки считаю, что это влияет грунт. Потому что я же выращивала это в стаканчиках. Все-таки в стаканчике ему труднее было расти базилику. Но он рос прекрасно. А в земле уже ему будет легче. И я надеюсь на это. И немножко посажу в открытый грунт. Лето нам обещают жаркое, сухое. Но как-то польем. Самое главное, чтобы понравился грунт моему базилику. Но зеленый как-то более-менее выносливый. Он растет пока в тех моих теплицах. Там я его и посажу снова. Ну и здесь, как всегда, рукола моя. Тоже мой традиционный товар. И сейчас я вам поставлю отрывочек из видео, которое я снимала возле интернат-школы в нашем поселке. Я хотела рассказать прямо там все это. Но там кричал какой-то сыч. Я уже его не стала перебивать. И просто расскажу сейчас коротко о истории. Эту историю. Школа-интернат. Красное здание, белый кирпич, белый. И красные там вставочки напротив вот этой школы, где я снимала. Это, собственно, есть интернат. Там живут дети с хуторов. Потому что в Латвии хуторская система. И бывает, что хутора далеко. За 10 километров, например, от поселка. Не каждый может доставить каждый день ребенка. И забрать его. И поэтому существует такая школа. Еще там учатся дети из малобеспеченных семей. Вернее, не очень благополучных родителей, которые не очень-то заморачиваются. Доставить ребенка в школу и забрать его. Ну и потом многодетные. Чтобы детство было хорошее и счастливое. Это все существует. Школа-интернат еще с советских времен. И до сих пор. И я знаю людей, которые там учились. И всегда отзываются тепло. Там хорошая кухня. Есть хорошие душевые. И даже парикмахер туда ходит. Ну, в какой-то определенные дни. И делает им там порядок на голове. Ну, в общем-то, все хорошо сделано. А мне всегда нравится озеленение, которое там есть. Сейчас, конечно, дети все учатся на удаленке. Но все равно возле школы, как всегда, порядок. И все ухожено. И я хочу, чтобы вы все это посмотрели. Приятного вам просмотра. Я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok